О таком стремительном взлёте можно только мечтать. Учиться на артистку в Москву 18-летняя Катя приехала из маленькой алтайской деревни. И почти сразу девочка с редким голосом в 3,5 октавы покорила самый престижный культурный вуз страны. Небольшая роль в первой же картине «Кубанские казаки» принесла ей славу. Мне тогда было 14 лет, и это время очень хорошо помню. Конечно, для нас это сейчас всё рядом. Кажется, и Москва так рядом. А тогда для нас это было где-то там, не знаю, это Москва. И нам было очень радостно, что наша девчонка простая уехала в Москву и стала актрисой. И теперь её показывают на всю страну. В день рождения Савиновой в Ельцовку съехались вокальные и танцевальные коллективы со всех уголков Алтайского края. Все участники от мала до велика почитают творчество Екатерины Фёдоровны и мечтают быть похожими на легенду советского кино. Она жила тоже в Ельцовке, стремилась стать актрисой. Я такая же вырасту, буду такой же. Нравится её голос, нравится её песни, нравится её характер, как она такая весёлая, ничего не боится, со всеми общается. Екатерина Савинова и сама никогда не забывала свою малую родину и мечтала на всю страну прославить родную Ельцовку и Алтайский край. Когда она в фильме пишет письмо на родину, она там упоминает фамилии, ни одной вымышленной фамилии. Все фамилии настоящие тех людей, которые тогда жили рядом с ней. Она их знала. Это были её соседи, это были её подруги. В этот день в доме музея имени Екатерины Савиновой не смолкают голоса посетителей. Чтобы прикоснуться к легенде, круглый год сюда приезжают гости со всей страны. Я хотела бы, чтобы она увидела, как мы любим петь, её творчество слушать. И мне очень нравится, сильно нравятся её песни. Екатерина Фёдоровна ушла из жизни рано, в 43 года. Можно только представить, в скольких картинах могла бы ещё сняться легендарная артистка. Она успела раскрыть свой талант лишь отчасти. Но так, что забыть Савинову невозможно. Алена Февраль, Александр Антропов. Наши новости.